Пожар в историческом центре Самары в нежилом доме на улице Степана Разина 140 удалось ликвидировать 23 ноября в 23.24. Погибших и пострадавших нет. Сообщение о возгорании расселённого дома поступило в 21.52. Вспыхнуло кровлестроение, возведённого более 100 лет назад. Огонь быстро распространился по второму деревянному этажу. Пожар охватил 120 квадратных метров. В 22.59 огонь локализовали. В МЧС региону уточнили, что привлекали 11 единиц техники и более 40 человек. Учёные Самарского университета имени Королёва совместно с врачами Самарской областной клинической станции переливания крови разрабатывают новые отечественные препараты из донорской плазмы. Как считают эксперты, они помогут в профилактике и лечении инфекционных заболеваний, болезни системы кровообращения, в борьбе с новообразованиями и генетическими патологиями. Учёные установили уровень содержания важнейших для организма макро- и микрокомпонентов в разрабатываемом ими препарате из донорской плазмы. Самарская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по объёмам выданной ипотеки. Впереди только Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Чаще ипотечные кредиты оформляли жители Москвы – почти 12 миллиардов рублей. Подмосковье – почти 4 миллиарда рублей. Санкт-Петербург – 2,5 миллиарда. Самарской области – 1,5 миллиарда. И Приморье – 1,5 миллиарда. Кроме того, в десятку вошли Краснодарский край – это чуть более 1 миллиарда рублей. Красноярский – 925 миллионов рублей. Свердловская область – 923 миллиона рублей. Новосибирская – 883 миллиона рублей. И Татарстан – 738 миллионов рублей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал внесение изменений в региональный закон о транспортном налоге. В настоящее время предусмотрено освобождение от уплаты налога в отношении одного транспортного средства для отдельных категорий граждан. Это ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, ветераны Великой Отечественной войны, герои Советского Союза, герои России, герои социалистического труда, инвалиды всех категорий, а также члены семей погибших военнослужащих. Так, согласно новым изменениям, при превышении мощности двигателя, который сейчас указан в законе, предлагается предоставлять налоговую льготу в размере 1600 рублей для автомобилей мощностью от 100 до 200 лошадиных сил. Исключения будут составлять авто стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Изменения начнут действовать с 1 января 2024 года. В этом году во всех федеральных округах увеличилось количество фейковых инфоповодов. По сравнению с прошлым годом их стало больше на 78%. В недостоверных сообщениях чаще всего говорилось о мобилизации, беспилотниках и о диверсантах. По словам специалистов, фактчекинг должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций. Причем эта задача отвечает не только интересам самих медиа, но и стратегическим целям государства, поскольку зачастую фейки несут социально-политические риски, а в случае с недостоверными сообщениями на тему здравоохранения – угрозу жизнедеятельности граждан. В пельменях нескольких российских торговых марок эксперты Роскачества обнаружили сою, патогенные бактерии и перемолотые кости. Роскачество исследовало пельмени 20 наиболее популярных торговых марок по 587 показателям качества и безопасности. Частицы костной ткани нашли в пельменях торговых марок «Горячая штучка», «Лышкарев», «Стародворье», «Туракова» и «Кайзер». По словам экспертов, кости могли попасть в фарш из-за использования мяса механической обвалки. Только один производитель из пяти указал это в составе. В некоторых пельменях обнаружили бактерии. Так, в продукции «Вкусвилл» выявили листерии, а в образцах брендов «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Туракова», «Сальмонеллы». Ученые Саратовского и Томского государственных университетов провели исследования по использованию вейпинга в медицинских целях. Как выяснилось в ходе опытов, однократное вдыхание паров электронной жидкости может помогать в диагностике заболеваний легких. Эксперименты проводили на лабораторных крысах, которые находились в камере пассивного вейпинга, где им давали вдыхать пары пропиленгликоли и глицерина – двух основных компонентов электронных сигарет. Ученые убедили, что однократное вдыхание паров вызывает временные и обратимые изменения в структуре легочной ткани, делая ее оптически более прозрачной. Эти изменения могут быть использованы для повышения контраста на изображениях легких и стать полезными при диагностике заболеваний этого органа.